211 миллионов рублей. Именно столько в начале этого года собрали благотворители Кабардино-Балкарии и Карачева-Черкесии на лечение маленького Магомеда Тюбеева с редким генетическим заболеванием. Теперь у родителей малыша есть надежда на то, что их мальчик сможет самостоятельно двигаться и дышать. В акции по сбору средств приняли участие и взрослые дети. Люди часами стояли под баннерами «Зимний холод». Благотворители организовали своеобразные ярмарки и дежурства на трассах. Проезжающие могли жертвовать деньги. Вот наш маленький герой, который объединил столько сердец, которые, субханаллах, заставил стольких людей проявить сочувствие, сострадание. Машаллах, баракаллах. Давайте сплотимся и побыстрее соберем нужную сумму и поможем этому ребенку, чтобы его мать и отец обрадовали, и он мог жить полноценной жизнью. Чуть позже две республики объединились вновь, чтобы купить дорогостоящий спасительный укол для еще одного малыша Адама Ногоева. И вновь, казалось, им удалось сделать невозможное. Благодаря неравнодушным гражданам в преддверии прошлого Нового года маленькое чудо произошло и в семье Качаевых из Черкеска. Они исправили свое новоселье. Раньше Магомед и его близкие ютились в маленькой комнате общежития. Теперь у них есть свой дом. И мальчик может чаще бывать на улице. Приобретая этот дом, мы не ожидали, что столько много неравнодушных людей к нам присоединятся. Присоединилась территория Милосердия, присоединилась моя Карачаева Черкесия. Также откликнулись судебные приставы, спасательный отряд. То есть мы то, что собирали совместно с МВД Покорочаева Черкесской Республики, присоединившись столько неравнодушных людей, мы смогли собрать всю сумму. И на сегодняшний день наша семья смогла уже переехать в новый дом, где они уже нас пригласили в гости сегодня. И таких историй множество. Они помогают тяжело больным детям, нуждающимся и малоимущим. В наших выпусках мы не раз рассказывали о добрых делах благотворителей нашей республики. Но если в былые годы они оказывали в основном адресную помощь нуждающимся, то 2020-й стал настоящим испытанием для многих. Объединив усилия, неравнодушные граждане помогали обеспечить учреждения здравоохранения необходимым оборудованием, а медиков – средствами индивидуальной защиты. Продуктовыми наборами нуждающихся организовали сбор средств на разные цели. Каждого, кто не оказался неравнодушным и помог своим землякам, сплотился в решении общей проблемы, благодарили за труд. По данным Майлгрупп из-за коронавируса, россияне стали больше тратить на благотворительность. В 2020 году, по их данным, сумма пожертвований в России увеличилась на 31%. Но мы с вами, как люди, которые работаем в этой сфере, знаем, что это сильно заниженный статистический процент. Наверняка в разы увеличилось то, как люди стали помогать друг другу. И это не могло не повлиять на благотворительный сектор, на некоммерческий сектор экономики. И одним из преобразований стало то, что благотворительные организации, благотворительные фонды стали работать сообща, стали работать вместе. И яркий пример этому – это наша ассоциация во благо. Не так давно благотворительные фонды республики объединились в единую ассоциацию для того, чтобы и далее работать сообща. Этот шаг поможет эффективнее взаимодействовать, обмениваться информацией о своих подопечных, тем самым отсеивать мошенников. К сожалению, находятся люди, которые пытаются нажиться, притворяясь нуждающимся или же тяжело больными. Бывает и такое. Недобропорядочные граждане получают помощь в одном фонде, а затем обращаются в другой. В свое время с подобной проблемой столкнулись и благотворители Дагестана. Это большая ответственность, потому что через благотворительные фонды проходит немалое количество денег, немалое количество разных ресурсов материальных. И это еще перед нами ставит более высокую планку для того, чтобы показывать тем жертвователям, которые с нами работают, нашим спонсорам и целым народу, насколько, что каждый рубль, который они тратят, что это не зря, что он инвестируется в это же общество, в котором мы все живем. На этой встрече благотворители Северного Кавказа обменивались опытом и обсуждали решения важных для общества проблем – распространение наркомании, высокий уровень безработицы, воспитание молодежи и так далее. У активистов есть планы, как помочь государству и обществу. Итогом этой встречи стало решение создать Ассоциацию благотворителей Северного Кавказа. Поскольку новые вызовы, которые появились перед нашим обществом, и которые не только перед нашим обществом, но и перед всем мировым сообществом появились, они не оставили нас в стороне от этих проблем. И необходимость совместной деятельности, необходимость эффективной деятельности, она возросла в разы. И поэтому нам нужно обсудить, как нам дальше работать. Когда-то их было несколько человек, теперь же сотни и даже тысячи. С каждым годом желающих творить добро становится все больше. И это не может не радовать. Работа благотворительных организаций Северного Кавказа выходит на новый уровень. Хатима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели.